Здравствуйте, дорогие верующие! Сегодня у нас большой праздник, один из четырех главнейших праздников для буддистов. Палмыцкий праздник называется Телецин, всего четыре годов, и сегодняшний Телецин – это день исхождения кудыша для Муни, Израиля и Сибири Божества. Сегодня нам в Палмыкию, в Уру, доставили копию основного трактата Лама Сунгапы, главы Псен Мо, на айранском языке, переводит одного из первых учеников Заяфа Гиды. Как вы знаете, после многих лет гонения на религию, после многих лет папка, многие священные тексты были утеряны, и сейчас по Палмыцам приходится все нам собирать снова, наши священные тексты, наши реликвии, наши другие предметы. И сегодня нам удалось, благодаря усилиям многих людей, и основной из них – это Александр Иванович Веченов, председатель Показательского совета фонта сохранения и развития педистской культуры «Океан мудрости» и «Крепинтала». Мы сегодня имеем честь встречать этот текст Палмыцем Мо на Акадмунском языке у нас есть. То есть, тхарма на Акадмунском языке, она снова возрождается в Палмыкии, и пусть она раздевается, и пусть все верующие будут иметь возможность постигать всю глубину и всю полноту, ширину кудистского учения на своем родном языке. Палмыцем Мо на Акадмунском языке. Палмыцем Мо на Акадмунском языке. Палмыцем Мо на Акадмунском языке. Этот текст был переведен около 350-370 лет назад. Учеником Заря Победы по просьбе ЦСН Тайджи, семье сыном Патура Тайджи, основателя Тунгарского ханства. Большую работу в возвращении нашей святыни проделали Джуджиев Анатолий Иванович, Беммит Митроев, Ачиров Дадимов Зюльбеевич, Горяев Мальтина Васильевна, наши моргольские друзья. Верни Шакина, Генберге, Гелик Худу тёкчище, резин, замкан, мумит иосент, линдезы, иссэй хавк сголдха. Иосифа! Для всех монахов нашего справедливого порула мы тоже хотим вас поблагодарить. и подарить вам в этот священный день статую Будды Шахнемони, освященной заложенной по всем планам. Любой человек, который изучит этот текст, постигнет этот текст, то станет гудрой. Поэтому мы сейчас этот текст, усилия наших ученых, переведем на современный колмунский язык, детектив для того, чтобы все могли изучать его и достичь просветления. Во-первых, я об этом тексте впервые в 1998 году о том, что когда Шальвангиян сказал, что Ганжур и Даньжур существуют на Тодобичек и хранится в музее Багдухана в Монголии и в Пекине. Эта работа еще предстоит. Мы полностью текст Ганжура и Даньжура еще не поняли, существует ли он на Тодобичек. На монгольском он существует, но существует ли он на Тодобичек, мы не можем пока понять точно. И тогда же прозвучало о том, что существует перевод на Тодобичек, текста Ламрин, и он хранится в Монголии. Вот и вся информация, собственно, которая была. И мы тогда начали обращаться к ученым. Я тоже думал тогда, что это легко, получить копию, всего лишь обратиться к ученым, сказать в каталоге название текста, и чтобы нам его передали. Но так не получилось. Конечно, когда нам... Были разные периоды, когда мы терпели неудачи и переставали делать что-либо. Но я хочу сказать, что мы не бездействовали. За это время мы издали текст молитвы Итко. Кстати, благодаря тоже помощи Александра Ивановича Лезинова. Затем мы издали текст с утра сердца на калмыцком языке. То есть мы вели работу, не забывая об этом главном тексте. И вот хорошо, что вы задали вопрос. Огромную помощь оказал Беми Труилл, который, в принципе, указал просто в каталоге, как он числится, под каким номером. Да, это облегчило работу. Это произошло около года назад. До этого нам давали текст, говоря, что это Ламрим. Но это оказались всегда другие тексты, к великому сожалению. Ну, вот так получилось. Может быть, условия не созрели. Может быть, нам не хватало того, что по-калмыцки мы говорим «буин». Но сегодня я хочу сказать, что с огромной радостью, что, наверное, мы созрели к этому тексту. И, наверное, мы ко многим людям обращались с этой просьбой. Многие люди прилагали усилия, но почему-то это не получалось. И вот так получилось, что мы обратились несколько лет назад к Александру Ивановичу Леджину. Он постоянно прилагал усилия, опять же, терпя неудачи. То, что есть такое слово, многие меня поймут, моргаш в Монголии. Вот через все это мы прошли. Но я не хочу об этом сейчас говорить. Главное, что был результат. Я хочу сказать, что это не просто так, что это сложно было. Действительно было сложно. Колоссальные усилия, много переживаний, разочарований было. Но я думаю, сегодня об этом мы уже забыли, потому что это есть. И теперь, конечно, огромная работа предстоит нашим ученым над этим текстом. И, как сказал Бен Митруил, что это будет... Конечно, сейчас это может быть настроением небольшого количества людей. Но то, что главное, что этот текст мы сегодня сделаем и оставим для будущих поколений. Точно так же, как и сегодня мы можем, благодаря усилиям ученика Зая-Пандиты и Сэценхун Тэйджи, нашего хана, имеем возможность этот текст соприкоснуться с этим текстом. И таким же образом получится, что мы, когда сделаем это, и там будет написано, что мы обязательно это отметим. Благодаря усилиям мы не можем присвоить кому-то титул Хун Тэйджи или хана, но благодаря усилиям вот этих людей, Александра Ивановича Леджинова и многих других, этот текст сегодня есть в Калмыкии, и он будет жить, и мы его оставим для будущих поколений. Без всякого преувеличения я согласен с нашими монахами, которые говорят, что это историческое событие. Это действительно историческое событие, и мы можем сегодня сказать, что это живая традиция, которая имеет глубокие корни. Сегодня, если мы выйдем на улицу и спросим у любого человека, он, наверное, в Калмыкии, у христиан, что является священным текстом, каждый сможет ответить Библию. У мусульман это Коран, а у нас, у буддистов, это 84 тысячи томов учения Будды. Они соединены в более 300 томов Ганджура и Ганджура. Но в чем ценность и величие Зун Кыга Гаяна, в том, что он все эти 84 тысячи томов учения Будды, он кратко, ясно и чутко изложил вот в этом тексте. Он говорил о том, что своим ученикам, вы не расстраивайтесь, что я вас покидаю в этой жизни. Если вы хотите со мной встретиться вновь и ощутить мое присутствие, достаточно прочесть текст Ботт Мюрин Зирга. К великому сожалению, сегодня немногие могут прочесть этот текст на ясном письме на Тодобичек. Это сейчас огромная работа, потому что бы сопоставить и привести это в соответствие и предоставить нам возможность прочесть этот текст на перелице. Это огромная работа, но главное есть основа. И вот я сейчас в этом событии вижу подтверждение основного положения буддизма, когда говорится, что мы люди, которые поклоняемся трём драгоценностям, верим в три драгоценности. То есть Будда, его учения и буддийская община. И вот из этих трёх драгоценностей главным является учение. Всегда в истории Ратом находились люди, лидеры, которые брали на себя ответственность за народ, за его будущее. И они понимали значение духовности, значение буддийской традиции для нашего народа. И вот подтверждение этого, что именно этот текст, он переведён по просьбе Цецен Хунтейджи. То есть мы понимаем, что тхарма, учение, вообще культура и наша духовность, она имела поддержку и развивалась благодаря нашим лидерам. И многие знают, что, допустим, в Европе, я не знаю, в Америке, президент вступая в должность, он клянётся, приносит присягу на Библию. У нас это происходит в России, не знаю, на Конституции, но я думаю, если мы вспомним клятву хана Аюки, который говорит о том, то есть если это клятва хана Аюки, если у человека подобного мне только зародиться, мысль нанести учение, вред учению Будды, защитники тхармы, точность, вырвите мое сердце. Это своеобразная клятва. И сегодня, я думаю, любой лидер, который решит взять ответственность за народ на себя, он может произнести эту клятву абсолютно, ну я уверен в этом, положа руку на этот текст сегодня, который прибыл в Калмыкию. Это и в этом смысле возрождение традиции, в этом смысле ответственности за будущее нашего народа. Команда канала ЗАНОнлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыдинов. Мы буддисты, и вопрос реинкарнации, что наши великие предки не перерождаются, и мы измельчались в том, что мы в определенный период времени, в общем-то, отказались от языка, бурханов, и великим предкам, собственно говоря, негде перерождаться. И сегодня для того, чтобы реинкарнировали наши предки в нормальной среде, нам необходимо вернуть, кроме восстановления языка, вернуть бурхан-пултан. И наш фонд поставил задачу стремиться как можно больше вернуться. История с Лабым-Чермо, связанная с Монголией, это началось около 13 лет, да, Наталья Иванович? Около 13 лет назад наш земляк Бемми Троев занялся. Значит, там процедура очень сильно затянулась, вообще весь этот процесс, с тем, что давали то Малый Ламрин, то еще какие-то другие рукописи. Затем еще несколько лет занимались, а года два назад, когда мы вплотную занялись проблемой значит, возврата статуи Будды серебряной, статуи Ламы Цанкапы, и затронули вопрос о возврате Ламлим-Чермо, мы как бы одновременно занялись. И вот путем долгой работы, с помощью монгольских друзей, удалось нам вернуть. Значит, некоторое время мы, ну, где-то, наверное, неделю, да, как бы убеждались, что это именно тот список, так сказать, Ламрим-Чермо, при переводе первых страниц рукописи, значит, Бемом Митроевым, где было сказано о том, что Цецен Хунтайджи Синге сделал подношение, там, столько-то отрезов ткани, там, столько-то лошадей и прочее. Стало понятно, что это именно то, что мы хотим получить. И вот подошли к логическому завершению. Конечно, сейчас, по оценкам наших ученых, эта работа предстоит больше года, когда смогут перевести там и на современный калмыцкий язык. Но ценность его в том, что, я не знаю, об этом говорили, ребят, нет, ценность в том, что сегодня на русском языке есть несколько вариантов Ламрим-Чермоева, но это переводы с английского, там, с тибетского языка. Ну, не то что двойные переводы, это, по сути дела, даже толкование иное. Где-то вот понятийные понятия, где-то переводится слово вот не таким образом, дальше с английского на русский. А возможность перевести вот с калмыцкого на русский, это же понятно. Мы, наши ученые, да и мы все владеем калмыцким и русским языком. И это древний текст, который был создан около 350-370 лет назад, учеником Зая Пандиты. То есть наиболее достоверно передающий, то есть вот еще, ну, смысл и этот, весь этот понятийный набор. Так что мы считаем, что это действительно как бы очень значимый, важный материал. Ну, по сути дела, ламрим-Чермо, это вот, как Геннадий Корнеев сказал, это как Библия для христиан, как Коран для мусульман. Для нас это тоже имеет большое значение. И сейчас вот мы продолжаем работу. Монгольская сторона, те ребята, которые вот помогли нам в решении этого вопроса, убеждают нас о том, что в ближайшее время будет вопрос решен и по экспозиции, пока вопрос стоит только об экспозиции статуи Ламы Цанкапы, серебряной, в Калмыкии. Потому что за достаточно такой уже, наверное, короткий исторический период, лет 60-80, она успела стать реликвием монгольского народа. Американцы рассматривали Ван Батор как аэродром подскока для дальнейшего поставки продуктов питания, там прочее, в СССР. И в планах стояло прощение вице-президентом Монголии. И тогда маршал Чойбалсан, глава Монголии, вместе с послом СССР Монголии завелись организацией визита вице-президента Монголии и обнаружив, что здесь нет церкви, куда можно показать, то начали искать, и они вдвоем самолетом прилетели на запад Монголии к Айратам. И объяснив эту ситуацию, наши передали статую, ну они там называют Трудбагдо в Монголии. Так же, да, Анатолий? Трудбагдо. Это же Трудскому хану было подальше. И они говорят, вот Трудские ламы передали нам. И вот привезли их во время посещения, значит, я забыл фамилию вице-президента Америки. Они пошли, он сказал, действительно, вера существует, потому что народ в Улан-Баторе изголодался по реликвиям. И тут большое скопление народу молится перед статуей. И затем, когда вот Ялтинск конференции, где делили мир, вопрос возник, там, по-моему, Черчилль сказал о том, что Монголию надо отдать Китаю, там делили между собой. У них нет ни религии, нет, это одна нация. И тогда Сталин заявил о том, что Монголия-то не китайцы, это совершенно, у них другая вера, и вот существует. И Черчилль поддержал, он сказал, мой вице-президент был там, и он сказал о том, что у них есть свои религии, они молятся, прочее, и поддержал Сталин. И так Монголия обрела суверенитет. Текст Лам-Лим-Чермо более значим, чем статуя. Даже его святейший Далай-Лама говорит о том, что строить храмы, воздвигать ступы, статую, это хорошо. Но они не вечны, рано или поздно, вечное учение, когда мы его распространяем. И даже всегда, когда калмыцкие ханы, вступая на трон, первые буин, которые они получали, они переиздавали труды. Переиздание, это считается самым важным буддизмом. Это вот подчеркивает его святейшество и все буддийские иерархи. Потому что мы продолжаем это учение, мы продолжаем распространять это учение, дальше его изучать. А храм, ну, 500-600, может, тысяча лет простоит, когда-нибудь разрушатся, руины будут. А, как мы знаем, времен Будды, шекамуни, наверное, уже храмов и не осталось, руины, а учения существуют и поныне молодые монахи сегодня мы видели. Во-первых, я хотел бы выразить свою искреннюю радость в связи с тем, что айратский перевод великого ламрима лама цункапы прибыл вновь на калмыцкую землю. Я думаю, что это знаменательное событие. К тому же, это произошло сегодня, 27 октября, в день сошествия Будды с небес 33 божеств. Это великий буддийский праздник и я думаю, что это очень хорошо как для буддизма, так для буддийской культуры, так и для всех жителей Калмыкии. Ну и я хотел бы сказать пару слов об этом тексте. На самом деле, этот перевод великого ламрима на айратский или пусть это будет монгольский язык довольно редок. То есть, насколько я знаю, существует всего-навсего три копии на айратском, на Тодобичик. Одна копия хранится в библиотеке Монастыря Гондан в Улан-Баторе. Другая рукописная копия хранится в Национальной библиотеке в Улан-Баторе же. И третья копия, если не ошибаюсь, хранится в Ховде, в университете где-то в Ховде. То ли в музее, то ли в библиотеке университета, я, честно говоря, не уверен. В свое время, когда я проходил стажировку в Улан-Баторе, я увидел карточку в каталоге, я увидел карточку на айратском языке написанный тот бичик, где было написано, что это ламрим, ламы цунгапы на айратском языке, на тот бичик. И я очень заинтересовался этим текстом. В свое время я сделал, но это уже с тех пор прошло очень много лет, 7-8 лет, я сделал пост в Фейсбуке в надежде, что кто-то может поспособствовать нам заполучить копию этого текста, так, чтобы в дальнейшем мы могли опубликовать его здесь, в Калмыкии, мы могли изучать его и исследовать эту работу. И вот благодаря сейчас усилиям Александра Ивановича Леджинова нам в конечном итоге получилось получить копию этого текста, чему я несказанно рад. Я очень благодарен ему за те усилия, которые он приложил для того, чтобы привезти эту копию сюда. Что же знаменательного, что же такого хорошего в этой копии? Ну, во-первых, это, насколько я понимаю, из колофона этого текста, который я прочел, это перевод одного из учеников заяпандиты. В колофоне буквально написано, что это последний из учеников заяпандиты. Имеется в виду, что он не последний был по счету, а это своего рода такое самоуничижение, то есть он худший, последний из учеников заяпандиты, то есть он тем самым, так сказать, надламливает свою гордыню и называет себя последним из учеников заяпандиты. То есть это очень важно, так как это Это перевод не самого Зая Пандиты, но одного из его ближайших учеников. И интересно то, что его имя записано как Даки. То есть Даки – это определенно не тибетское слово, это определенно не монгольское слово, но не очень понятно, что должно было одно. Значит, я могу сделать лишь от себя предположение, что так было прочитано имя Ваги. Ваги, в свою очередь, происходит от санскиритского Вагиндра, что значит «владыка речи». И в самом деле у Зая Пандиты был известный ученик, которого звали Агван Лорой в калмыцком произношении или Агван Лодой в монгольском или тибетском произношении. То есть это ученик Наван Луджо, который учился в Джипунге где-то в 1650 году. Он полностью завершил свое образование в монастыре Джипунг в колледже Гаман. И затем он пребывал какое-то время, совершал отшельничество, медитируя на пустотности в затворе Гемпель, который находится неподалеку от монастыря Джипунгуман. И также в его биографии говорится о том, что он перевел Ламрим на айратский язык. То есть здесь, скорее всего, это речь о нем. И поэтому это Даки, скорее всего, я так полагаю, наверное, просто неверно прочитанное имя Ваги. Первая часть его имя от Вагиндра. И он перевел Великий Ламрим Ламы Цонкапы на айратский язык. И он был записан тотбичек, был записан ясным письмом. И таким образом, это, наверное, как я понимаю, один из первых переводов Великого Ламрима на монгольский язык. То есть на один из, так скажем, монгольских языков. Более того, я вам должен сказать, что я сравнивал первые страницы ксилографа, который опубликован был в Пекине, монгольского ксилографа, монгольского перевода Ламрима, с тем Ламримом, копию которого на тотопичек, которую привезли в Калмыкию. И я обнаружил, что он совпадает практически дословно. Но вот из этого мы можем предположить, но все это, конечно, требует дальнейшей проверки, дальнейшего исследования. Однако предварительно мы можем предположить, что монгольский перевод является переложением айратского текста. Ну, я не стану однозначно утверждать этого, но как мне кажется, это в самом деле так. Ну, как говорится, исследование, дальнейшее исследование покажет. Этот перевод был сделан по просьбе, или скорее по наказу, Тайши Сенге и также его супруги Цивен. И говорится, что вот этот ученик Зайопандиты сделал этот перевод. То есть, таким образом, это очень важный текст. Как вы знаете, он очень большой по своему объему. Он занимает более 900 страниц. То есть, это в самом деле очень большой текст. И я хочу сказать, что сам Лама Цонгкапа в свое время говорил о том, что если вы желаете встретиться со мной, читайте Ламрим. Каждое прочтение Ламрима, великого Ламрима, приравнивается ко встрече со мной. То есть, в самом деле, этот текст значим как для буддийской культуры в целом, так и в особенности, конечно же, для калмыцкого народа, так как он представляет собой перевод этого текста на айратский, ну и, можно сказать, практически на калмыцкий язык. Я очень надеюсь, что работа с этим Ламримом будет продолжена. Я надеюсь, что все это не ограничится лишь тем, что будет издана копия этого текста. Я надеюсь, что будет сделано переложение Ламрима на калмыцкий язык, на удобочитаемый калмыцкий язык, так, чтобы те, кто желает изучать буддийскую философию, так, чтобы те, кто желает изучать, в самом деле, высокий калмыцкий язык, высокий литературный калмыцкий язык, могли бы сделать это посредством этого перевода. И я надеюсь, что в будущем будет опубликовано не только фоксимили этого текста, но и переложение на калмыцкий язык, которое будет сопровождаться глоссарием. И в конечном итоге я очень надеюсь, что это давнишняя моя мечта, это давнишнее мое желание, и я надеюсь, что будет опубликован и словарь Ламрима. Словарь Ламрима, который позволит всем тем, кто интересуется калмыцким языком, всем тем, кто интересуется айратским языком или айратской письменностью Тодобячек, а также тем, кто интересуется буддийской философией, это станет хорошим подспорьем для изучения буддийской философии и языка. Я очень надеюсь, что это произойдет, но во многом это зависит от нас, зависит от тех, кто этим интересуется, Но я надеюсь, что в конечном итоге это случится. Я надеюсь, что в конечном итоге это случится. Когда мы получим 0,216,5 и 0,216,5,000 то есть 1 кг, 2 кг, 3 кг и 4 кг, 3 кг, 3 кг, 3 кнг, 4 кг и 4 кг. Дорогие друзья, год благодарности его святейшеству Далай-Ламу в 14-м, привроченной к 85-летию его рождения в рамках реализации проекта Центрального Курула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакемуни», «Сокровищница духовного наследия калмыцкого народа», издан альбом Далай-Лама Калмыкии от трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в Центральном Куруле. Средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры Алтунгерл «Калмыцкий и русский переводы».